Здравствуйте! В эфире канал Россия 24, информационная программа События недели. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова была организована встреча группы беженцев из Палестины. 40 человек прибыли на железнодорожную станцию Невиномыска. Далее в сопровождении специалистов экстренных служб реагирования нашей республики они отправились в Тиберду. Подробности в сюжете Артура Мхце. На перроне железнодорожного вокзала Невиномыска все готово к приему гостей из дальнего зарубежья. Специалисты экстренных служб реагирования Карачаева Черкесии и представители регионального правительства в ожидании беженцев из сектора газа. По поручению главы республики Рашида Тимрезова для спасающихся от войны людей было подготовлено все необходимое. Два дня назад специальным бортом МЧС они были эвакуированы из Египта в Москву бортом МЧС. И сегодня при сопровождении МЧС они прибывают на станцию Невиномыска, где мы их будем встречать. Всего прибывает 40 человек, из них 26 человек это дети, 14 человек взрослые, 12 женщин, двое мужчин. Вот такой контингент мы будем встречать и размещать у себя в Карачаево Черкесии. Звучит оповещение о прибытии поезда Москва-Нальчик. Сотрудники регионального управления МЧС помогают людям вынести на улицу вещи и самых маленьких пассажиров. Затем, настороженно озираясь по сторонам, на платформу спускаются и взрослые. Заметно, что свой отпечаток оставили события последних недель у них на родине. Они все были готовы, да, они подготовили теплые вещи, они тепло встретили их во всех точках прибытия. И все было готово, и еда, и одежда, и вещи, и все остальное. Ахмед от лица сограждан Палестины признателен за радушную встречу, счастлив оказаться здесь. Карачаево Черкесия, как принимающая сторона, имеет немалый опыт в обеспечении беженцев всем необходимым. Мы уже алгоритм работы с этой категорией, с детьми, вопросы, связанные с размещением, их пребыванием непосредственно в пансионате. Создали условия для молебной комнаты, создали условия для того, чтобы они могли полноценно отдохнуть. Но, естественно, мы предполагаем организовать и учебный процесс для детей с учетом их потребностей. Далее колонна автобусов с беженцами в сопровождении сотрудников МЧС, МВД, службы медицины катастроф отправилась в гостиницу «Эдельвейс», где они смогли передохнуть после длинного пути и отведать блюда от местных поваров. Конечный пункт назначения – пансионат «Жемчужина Кавказа» в Тиберде, где уже все готово для размещения и пребывания гостей из Палестины. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Группу беженцев из Палестины, прибывших в Карачаево-Черкесию, в сопровождении специалистов экстренных служб реагирования, отвезли в Тиберду. Как гости устроились в живописном уголке нашего региона, узнала наша съемочная группа. Репортаж Аллы Динаевой. В Тиберду, преодолев длительный путь, прибыли 40 беженцев из Палестины. Большинство из них – женщины и дети, самому маленькому ребенку всего три месяца. Их разместили в гостинице. Наша съемочная группа застала граждан сектора газа за обедом. Махмуд Шабат хорошо владеет русским языком, потому что он учился и жил в России. Я учился в Крыму на врача, и там и работал. И недавно уехал к себе, я давным-давно не увидел свою маму, думал встретиться с ней. Я туда уехал в июле месяца, буквально два месяца побыли с ними, и потом война началась. И, к сожалению, с 8 октября я свою маму и своего единственного брата не видел. Хотя мы все в секторе газа, как один город, но мы не смогли выйти из-за того, что Израиль запретил. Ну, там они разделили сектор газа на 3-4 части. Они в одной части, а я во второй. Аж хочется плакать. Ну, надеемся, что все наладится. Дай Бог. Выехали через Египет, добирались самолетом, поездом на автобусе. Путь до Цибирды был длительный, рассказывают беженцы. Наши братья, наши друзья россияне нам очень хорошо помогли. Доброжелательные, милые. Во всем, даже детям носили туда-сюда на руках. Чемодане. Мы практически, можно сказать, даже ничего не трогали. Да, спасибо им огромное за такую приятную помощь. Мы приехали сюда, в Тибирде. Сегодня утром. Красивый город. Великолепно даже. Как джемчужина, действительно. Тут все уютно, красиво, приятно. Нам уже и одежду, и игрушки детям давали. Тепло. Ну, все довольны. Война украла улыбки наших детей, говорит женщина из Палестины. Мы, взрослые, очень переживаем за наших близких, которые находятся в секторе газа. У Рана Мухана там остались трое детей и муж. Их не выпустили, потому что их не было в списках. И такая ситуация у каждого. У кого-то там осталась мама, у кого-то брат, у кого-то муж, а у кого-то дети. Я даже не знаю, к кому можно обратиться, чтобы решать эту проблему. И действительно забрать их оттуда. Чем быстрее, тем лучше. Потому что там, как я вам сказал, в каждый момент, в каждую минуту мы ожидаем все, что мы не хотим слушать. Поэтому я надеюсь, у кого есть возможность, кто может нам помочь, решить эту проблему, забрать своих родных оттуда. В Карачаево-Черкесии по поручению главы республики создана рабочая группа, куда входят представители министерств и ведомств, которые занимаются вопросами социально-бытового устройства беженцев. Вы наши гости. Гости. И чувствуйте себя как дома. Мы все для этого будем делать. Будем делать. Ни о чем не думайте, не переживайте. Все, что вам надо, мы будем привозить. Чтобы вашей жизни ничего не угрожало, мы все сегодня в масках. Не потому, что мы вас боимся. Мы, наоборот, очень рады и хотим разговаривать с вами без масок. Но для того, чтобы никакой угрозы вам не было, и вы, ваши детки, не заболели, первые 10 дней мы будем с вами встречаться в масочках. Чтобы принять эту группу людей, заблаговременно шла подготовка. Сейчас для гостей созданы комфортные условия пребывания с трехразовым питанием с учетом пожеланий прибывших. Подготовлены молельная комната для взрослых, для детей игровая. Для жителей Палестины налажена круглосуточная медицинская помощь. Организована работа психологов, переводчиков, сотрудников миграционной службы. Мы ваши пожелания уже сегодня начали прорабатывать. Точных механизмов сейчас нет. Но обратиться от вашего имени в МИД мы обещаем. Письмо мы напишем. Нужно немножко времени. Сейчас нам нужно научиться общаться друг с другом, сказала Динара Камурзаева, а потом... После того, как пройдет карантин, мы начнем прорабатывать вопрос, как вас обучать. Деток учить русскому языку, вам тоже помогать узнать язык. И когда уже дети начнут говорить по-русски, мы начнем процесс обучения. Сейчас, если получится, то уже и учиться будем сразу параллельно с преподавателями арабского языка. Ну, если дети в этом нуждаются, посмотрим способности, возможности. Обучение будет обязательно проходить. Мы никого не бросим. Все дети будут учиться. Детвора впервые увидела снег и очень обрадовалась. Сейчас жители Палестины на временном карантине, а когда он завершится, им покажут нашу красивую республику. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Все для победы. Народный фронт отправил на передовую четыре машины. Передача состоялась у здания трудинспекции. В рамках акции автомобили доставят участникам специальной военной операции. Эта помощь особенно нужна нашим бойцам. Техники всегда не хватает, рассказала руководитель регионального исполкома Народный фронт Людмила Капушева. В Карачаево-Черкесии большое количество волонтеров, которые помогают, собирают гуманитарную помощь. Она поблагодарила всех неравнодушных и отзывчивых людей. В рамках работы единого штаба при главе Карачаева-Черкесской республики Рашиде Борисовиче Темрезове передано уже немало. Не только техники и автомашин, и дизельных генераторов, и так далее, и так далее. Очень много. Вы освещаете деятельность, вы это видите. И от Народного фронта тоже это не первые машины. Но в рамках распоряжения правительства Российской Федерации у нас в Карачаево-Черкесии это первая партия из четырех машин, которые мы от федерального органа исполнительной власти приняли и передаем нашим ребятам на передовую. Все, что есть у органов власти, у государственных корпораций, у их подведомственных учреждений, прежде чем списывать или куда-то передавать, выставлять на торги, все они обязаны предоставить нам в Народный фронт информацию о них. И если это действительно то, что необходимо ребятам, то есть мы согласуем наши действия, и мы забираем и передаем именно в рамках проекта «Все для победы». Это очень правильное и своевременное решение, и я думаю, что оно закроет очень многие позиции, которые просто гуманитарной помощью сложно закрыть. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии задержан мужчина, разыскиваемый за покушение на убийство и разбойное нападение на сотрудника казначейства и арбитражного судью. Как сообщалось ранее, 20 февраля 2023 года, в дневное время четверо жителей республики, находясь в городе Черкесске, с целью хищения имущества совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства ПКЧР, судью арбитражного суда КЧР и двоих местных жителей. В ходе нападения за умышленники, вооружившись деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия действия группой лиц, нанесли несколько ударов указанным лицам и, похитив имеющееся при них имущество, скрылись в место преступления. В результате преступных действий пострадавшие с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывали необходимую медицинскую помощь. Следственными органами ПКЧР продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство и разбойном нападении на сотрудника казначейства и судью арбитражного суда. По данным следствия, 20 февраля 2023 года в дневное время четверо жителей республики, находясь в городе Черкесске, с целью хищения имущества совершили разбойное нападение на заместителя руководителя управления казначейства по Карачао-Черкесской республике, судью арбитражного суда и двух местных жителей. В ходе нападения подозреваемые, вооружившись деревянными бейсбольными битами и иными предметами, используемыми в качестве оружия, действия группой лиц, нанесли несколько ударов указанным лицам и, похитив имеющееся при них имущество, скрылись с места преступления. В результате преступных действий посредавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. Фигурантам удалось скрыться с места преступления и выбыть за пределы России, в связи с чем они были объявлены в международный розыск. Судом в отношении них была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время один из подозреваемых задержан, ему предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия. Динамику основных показателей социально-экономического развития Северного Кавказа озвучил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. За последнее время имидж Северного Кавказа сильно изменился. Если говорить о посетивших туда людях, о туристах, то, наверное, порядка 98% респондентов были удовлетворены тем, что там увидели. Можно также фиксировать по Северному Кавказу в целом, что там снижается уровень безработицы. Причем он на сегодняшний день на историческом, наверное, минимуме. Этот уровень безработицы снизился там где-то порядка на полтора процентных пункта. И это, в общем-то, обнадеживает всегда. Собственно, эта проблема была многолетняя с точки зрения занятости. Более того, у нас была принята по всем каждому субъекту отдельно модели экономического развития, которые так или иначе оценивали тот трудовой потенциал, который есть на Кавказе, и, соответственно, его занятость. Понятно, что мы получили оценку в рамках этого моделирования, что да, там трудноизбыточный регион, там хорошая динамика по приросту численности за счет естественного прироста. Она, в отличие от всей Российской Федерации, там показывает положительные результаты. И, по сути дела, по занятости было принято решение о том, что необходимо крупные инвестиционные проекты взять под сопровождение, под патронаж и обеспечить реализацию этих крупных проектов. Таких проектов порядка 96. И эти проекты на сегодняшний день в стадии реализации. И, собственно говоря, в рамках этих проектов, 92 этих проекта, суммарно планируется освоение порядка 1,7 триллиона рублей и 92 тысячи рабочих мест создания. На сегодняшний день уже, собственно говоря, 16 проектов из этого перечня введены в эксплуатацию. И это порядка 220 миллиардов рублей освоено вне бюджетных инвестиций. То есть это хорошая динамика, которая позволяет, соответственно, нам формировать там новый потенциальный ресурс и для занятости, ну и, соответственно, для укрепления экономического потенциала этих субъектов. А потенциал там достаточно хороший. И, как вот уже было заявлено о туристическом потенциале, он на сегодня в целом по Кавказу вырос. Ну, если, допустим, прошлый год это было порядка 3,5 миллионов, то сегодня это уже 5,5, причем до конца года еще в последний месяц не... То есть плюс 2 миллиона. Динамика роста туристического потока очень, в общем-то, впечатляет. В Карачаево-Черкесии в год развития промышленности открылось еще одно значимое предприятие. Расположенное в региональной столице фабрика «Гостекстиль» выполняет в том числе госконтракты. Торжественный запуск прошел при участии министра промышленности, энергетики и транспорта Мурата Гапова. Подробности в сюжете Артура Мхце. Педагог по образованию Фатима Узденова с детства любила шить. Спустя годы хобби, наконец-то, стало для нее специальностью. Я сама шью дома вещи, одежду себе шью, детям шила. А когда открыли эту фабрику, это предприятие, я пришла посмотреть, что тут. Но станки новые, я впервые столкнулась с этими станками, машинами. Ну, мне понравилось. В Карачао-Черкесии много внимания уделяется промышленности, а 2023 и вовсе тематический год. Открыты несколько предприятий, которые с первых дней существования доказали значимость выбранных направлений. Фабрика «Гостекстиль» из их числа. Здесь трудятся несколько десятков человек, причем не только жители нашей республики, но и выходцы из дальнего зарубежья. При необходимости мощности могут быть увеличены в соответствии с запросами заказчиков. Условия позволяют. У нас направление сейчас на оборону, в СВО, военную форму шьем и бейсболки. А сколько технически можно сделать, выполнить и кто это делает? Ну, например, форму мы можем шивать от 50 комплектов за день. Это только стартовая, а так в дальнейшем будем расширять количество. А бейсболки можем делать от 500 штук в день. Современное оборудование, грамотно налаженный технологический процесс, просторные рабочие места позволяют персоналу фабрики беспокоиться лишь о качестве продукции и сроках выполнения заказов, в том числе от регионального Минпрома. Участие в торжественном запуске производства приняли представители исполнительной и законодательной власти в республике. Это очень хорошее событие, тем более, что оно происходит в год, объявленный Рашидом Борисбичем Терберезовым, годом развития промышленности. Здесь на сегодняшний день работают до 50 человек. При выходе на проектную мощность будет работать 150 человек. Все это неизменно будет вносить вклад в развитие нашей экономики. Вот мы сегодня видим полное импортное замещение. Шикарно, молодцы. Хочется пожелать ребятам дальнейших успехов в завоевании рынка. Пошив спецодежды – важнейшая составляющая производственного процесса. Руководство фабрики понимает, какая ответственность возложена на коллектив. Здесь стараются выполнять все необходимое качественно и в срок. Законодатели почетными грамотами отметили вклад фабрик «Гостекстиль» и «Красный Восток» в развитие промышленности в регионе. Артур Мухцемиха Каркелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Во Дворце культуры Черкеска состоялся отчетный сбор атаманов от Алпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. На нем подвели итоги деятельности представителей казачества, внесения государственной и иной службы, военно-патриотического воспитания молодежи, возрождения и развития казачьей культуры и других сферах. Подробнее расскажет Дарья Тандит. В работе сбора приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, зампредседателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Поляков, депутаты Народного собрания, главы ряда муниципальных образований региона, представители казачества и духовенства. От имени главы республики с приветственным словом к собравшимся обратился Евгений Поляков. Он пожелал всем участникам сбора плодотворной работы, крепости духа и новых побед. Сегодня в аренде у казаков общества Карачаево-Черкесской республики находится более полутора тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. Руководством республики поддерживается позитивная инициатива казаков, направленная в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильной общественно-политической обстановки в регионе консолидации проживающих здесь народов. С докладом о проделанной работе за отчетный период выступил атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук. Он отметил основные итоги проведенной работы и рассказал о перспективах и направлениях развития в 2024 году. В числе приоритетных тем – помощь участникам спецоперации. Казаки Баталпашинского отдела участвуют в гуманитарных миссиях, собирают и доставляют посылки для наших защитников. Баталпашинцы активно включили сбор гуманитарной помощи для жителей Донецка и Глаза Народных Республик. Уже было отправлено более 5 тонн груза. На этом работа не останавливается. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает нашим бойцам и делает вклад в общее дело по освобождению территории Донбасса от нацистского режима. В православных храмах Черкеска духовенство проводит молебны о здравии российских воинов, находящихся на передовой. Валерий Дедук выразил слова признательности священникам за большой вклад в сборе гуманитарной помощи, возрождение казачьих традиций и поддержку казачества. Минуты молчания почтили память бойцов, павших в ходе проведения специальной военной операции. Отдельно хочется поблагодарить православное духовенство Карачаева-Черкесии, благочинных отца Александра Нартова, отца Евгения Суптельного за огромную поддержку во всех начинаниях казахов. Также отмечу огромную работу по воспитанию казачьей молодежи, развитию казачьих традиций, сбору гуманитарной помощи, которую проводит отец Александр Гуин. На территории Баталпашинского отдела развивается система казачьего образования. Около 180 казачат обучаются в казачьих классах и группах. Учебные заведения находятся в Черкесске, Зеленчугской и Урубском районе. Казаки регулярно проводят спортивные и патриотические мероприятия для молодежи. В мае 2023 года на форуме «Достойные наследники победителей» казачата из клуба «Пластун» Баталпашинского городского общества заняли первое место среди команд. С помощью атаман отдела именно город в этом году взял грант, выиграл. Мы провели биатлон, занимаемся воспитанием детей военно-патриотического воспитания. Клуб «Пластун» у нас сегодня не было. Мы его открыли два года назад. Дети занимаются стрельбой, группой оружием, занимают первые места. Казаки, заслушав отчеты Совета Старешин, ревизионной комиссии и районных атаманов вынесли оценку работе Валерия Дедука. Общим количеством голосов она была признана удовлетворительной. Атаман казачьего войска Александр Власов подчеркнул, что в современных реалиях от казаков требуется высокий уровень сплоченности и самоорганизованности. Потому что Баталпашинский казачий отдел должен становиться с каждым месяцем, с каждым годом сильнее, 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 сплоченнее. Мы этого добьемся, мы этого достигнем, этих результатов, рано или поздно. Атаманы районов, конечно же, поддерживают, поэтому я предлагаю оценку за прошедший год признать удовлетворительно. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Необходимости сохранения генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов было посвящено мероприятию, прошедшее во Дворце культуры Аула Хабес. Участниками круглого стола стали как знатоки сельхозоотрасли из Хабесского и Адыгихабльского районов, так и эксперты из других регионов страны. Подробности у Артура Мхце. Мало создавать что-то новое, необходимо сберечь то лучшее, что есть. Такого мнения придерживаются все, кто принял участие в заседании круглого стола в Хабесском Дворце культуры. Сохранение генофонда старых сортов плодовых культур черкесских садов. Для обсуждения этой темы приехали в том числе эксперты из Адыгеи. Это отбор, это селекция сотен лет, поэтому сохранить ту культуру, те наработки, которые существовали, они сегодня есть у каждого народа и в каждой местности. Для того, чтобы сегодня в связи с изменяющимися природными климатическими условиями, сегодня начали поворачиваться, понимать цену всем этим вещам, потому что это будущее. Нередко решение многих вопросов скрывается в простом желании действовать. Можно сколько угодно рассуждать о той или иной проблеме, но без конкретных шагов к цели все разговоры окажутся бессмысленными. Представители Карачаево-Черкесии хотят восстановить ранее популярные в регионе сады. С этой целью они обратились за помощью к специалистам филиала Института растениеводства имени Вавилова. И те, имея богатый опыт, пошли навстречу. Черкесское садоводство ранее располагалось повсеместно и в Карачаево-Черкесской республике, но сейчас, к сожалению, садов каких-то таковых не осталось у нас. В основном, остатки этих садов располагаются на территории республики Адыгей и в Краснодарском крае. В настоящее время в республике есть несколько вариантов для воссоздания старых садов. Как обещают организаторы мероприятия, будет сделано все возможное, чтобы сохранить то лучшее, что когда-то было наработано и развивалось стараниями многих поколений. Артур Мухцелек Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Хабес. В Черкесске состоялось праздничное мероприятие в честь 25-летнего юбилея Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». Собрались члены правительства, выпускники, педагоги, чтобы лично поздравить юбиляров. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Дом, в котором согреваются сердца. Под таким девизом живут уже четверть века в надежде. Центр создан для оказания социальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организация их временного проживания, оказание правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи и их дальнейшего жизнеустройства. От имени главы Карачаево-Черкесской республики, Рашидова-Сбича, Демрезова, от имени правительства, от имени Министерства труда Карачаево-Черкесской республики и от себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником. Педагогам спасибо, медикам спасибо, социальным работникам спасибо, поварам, шоферам, я не знаю. Каждый человек внес неоценимый вклад, и мы все нужны для того, чтобы наше дело процветало. Присутствующим был представлен ролик о надежде, как и чем живет Центр. В настоящее время в нем трудятся педагоги, врачи, медсестры, рабочие и хозблока. За 25 лет существования специалисты оказали помощь почти 4 тысячам ребят. Поздравить воспитанников и коллектив учреждения пришли члены правительства. Я хотел бы сказать слова благодарности за ваш труд. Да, четвертый, это немалый срок, но я знаю это учреждение, это три, помню даже день образования. Здесь это нелегкий труд, как кажется, со стороны. Огромное вам спасибо, во главе с руководителем всех. Я поздравляю, я теряю и коллега от себя с праздником. Терпение, здоровье, всех благ вам, вашим семьям, мира и добра. А по поручению председателя Народного собрания в подарок Центру надежда мы перечислили 230 тысяч рублей на приобретение концертного оборудования и театра ведения специально-аккультурного оборудования, концертных мероприятий. Воспитанники Республиканского детского дома и заботы подарили виновникам торжества трогательные музыкальные номера, которые никого не оставили равнодушным. Руководителю и коллективу Центра надежды вручили благодарственные письма и грамоты главы Народного собрания. Чтобы таких учреждений, как наши, были намного меньше, чтобы их вообще не было. Пусть детки все живут в семьях, будут счастливы и здоровы. Гузулай Бахадировой 16 лет. Она любит надежду и поздравляет с юбилеем. Мне как второй дом, потому что я в нем уже выросла, сколько лет уже нахожусь. Для меня это хорошие воспоминания, хорошие надежды и хорошие мечты. В фойе филармонии разместилась яркая выставка работ воспитанников надежды. Кроме того, именинников ждал большой праздничный торт и капкейки с именем каждого ребенка. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске наградили журналистов за лучшие материалы по освещению в СМИ темы межнациональные и межконфессиональные отношения. В числе участников конкурса и сотрудники ГТРК Карачаева-Черкесия. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Конкурс журналистских работ проходил среди работников печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Перед награждением были представлены видеопрезентации, где победители творческого конкурса рассказывали о своих работах и отмечали важность выбранной темы. После всех собравшихся поприветствовал министр по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Мурат Есинеев. Он подчеркнул, что подобные конкурсы позволяют выявить мастерство работников СМИ республики. Все номинанты конкурса проявили себя с самой лучшей стороны. Я очень еще раз подчеркиваю, что мы коллеги. Мы делаем одно общее дело. Хотелось бы, чтобы в следующем году эта работа наша совместная продолжалась. Было более расширен круг призеров, было больше хороших репортажей, хороших публикаций. И мы могли, как говорится, по достоинству оценить и, естественно, увеличить призовой фон. Журналист черкесской редакции ГТРК Карачаева-Черкесия Муминат Ешерова одержала победу в этом конкурсе, представив свою передачу «У адыгов обычай такой», где она рассказала о многонациональной семье, проживающей в ауле Алибердуковской. Поведительство было отмечено почетной грамотой и денежным призом. Будь это маленькая программа или же большой авторский проект, на телевидении это групповая работа. То есть это не только моя заслуга, а заслуга тех людей, которые работали со мной в обоих. Представили мы программу «У адыгов обычай такой», «Мотонациональный сфер Пафовы» из Аула Алибердуковского, где дружно и счастливо проживают представители пяти национальностей. Это и черкесы, и осетины, и абазины, и карачаевцы. И очень приятно, что мы вот через такие семейные ценности раскрываем наши традиции и обучения. Также почетную грамоту и денежный приз получила корреспондент службы радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесия Алимат Матакаева, представив свой журналистский материал. В завершении церемонии награждение артисты Республиканской филармонии подарили виновникам торжества своей музыкальной композиции. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.